В Мурманске завершаются городские конкурсы «Студент года» и «Студенческая среда». В 2016 году акциям исполнилось 15 лет. За это время в них приняли участие сотни студентов. Молодые люди соревновались в творческих, спортивных и интеллектуальных навыках. 12 финалистов рассказывают о себе, увлечении, студенческой деятельности, проекты, в которых участвовали ребята вне учебных заведений. Жюри интересует все. До финала из 50 человек, заявившихся на конкурс, дошли лучшие. В нем тяжело все-таки участвовать. Далеко не каждый может осилить все эти этапы. Это тяжелый марафон. Это сложно. И сейчас тем приятнее, что 12 ребят до финального этапа дошли. Посмотрим, сколько сегодня будет победителей. Проявить лучшие качества студентам пришлось не только на интеллектуальном поприще. Физическое развитие и творческая жилка тоже необходимы для успеха. Однако чем сложнее, тем интереснее, признается Екатерина Усатенко. Тем, кто хочет стать лучшим, постоянно приходится бросать вызов трудностям. Я пошла в этот конкурс, чтобы попробовать себя, посоревноваться с другими ребятами, проверить себя. Так как все в основном здесь первые курсы и вторые. Я уже немножко взрослая. Также, например, интеллектуальный конкурс. Там были задания ЕГЭшного уровня. То есть это было уже давно в моей жизни. Пришлось вспоминать. Кто станет студентом года, решит комиссия. А имена трех победителей назовут на специальном приеме у главы Мурманска Алексея Веллера. Всех студентов года поощрят стипендии мэра.